МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Апошня подзей в области у материалах корреспондента у телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Витаю вас, глядите у гэтым выпуском. Гомельское областное управление Фонду социальной обороны насельництва провело брифинг для журналистов, присвеченной реализации декрета номер 3. Обмерковать пытания, кие тычатся дейности Натальиуса, сёння можно будет у промым эфиры. Знакомитый норвежский скрипач, спявак и композитор Александр Рыбак выступил разом с Гомельским городским симфоничным оркестром. До 15 градусов тепла чекается у регионе на наступных выходных. И больше подробязно об гэтыме не только. Звышь миллиарда 200 миллионов рублей поступило летось у Гомельское областное управление Фонду социальной обороны насельництва. Гэта сродки на социальное и пенсийное страхование грамадзян. Сёння керавництва Фонду провело брифинг для журналистов, присвеченной реализации декрета номер 3. За каждого работника предприемства повинно отличить у Фонды социальной обороны насельництва 35% от заработной платы что месяц, 28% на пенсийное страхование, 6% на социальное и 1% выплачивая сам работник. Если человек не работает, то можно самостоянно платить гэтые гроши. До речи сродков, которые поступают в Фонд, не хапая, как компенсировать все затраты на пенсии, больничные, допомоги на детей и гэтак далее. Доводится корыстаться державными дотациями. У Гомеля самоокупными з'являются только два района, центральный и чугуночный. Тому важным з'является у делу финансования держрасходов, як маха большей колькости грамадзян. Получается, что если человек нигде не работает, не выполняет работы по гражданско-правому договору, не является там индивидуальным предпринимателем или другим самозанятым лицом, либо работает неофициально, получая заработную плату в конвертах, он не только не участвует в финансировании государственных расходов, но также и не участвует в социальном страховании. То есть фактически не формирует себе страховой стаж, ну и в дальнейшем, как бы, при уходе на пенсию, это может негативно для него сказаться. Стан ховы працы и працовной дисциплины на предприемствах и организациях города Гомеля за 2016 год сегодня обмерковали на посаджении Гарвы Канкама. За этот период областным центром отзначено снижение вытворчого травматизма. Летость областным центром зафиксировано 18 выпадков отримания тяжких травм, что на 7 меньше, чем в 2015 годе. Основная количество несчастных выпадков отбылась на промышленных предприемствах и в будовничных организациях. Большость травмированных во взросле свыше 50-ти годов. Самыми небезпечными оказались профессии слесара, электромонтера, тесляра, тынковщика и бетонщика. Что тычется гибели людей на вытворчасти, статистика не изменилась. У минулого года 6 человек загинули, причин 5 трагичных выпадков отбылось у будовничных организациях. Головная причина, что приводить до подобных здаренья – порушение правил аховы працы работниками. Означается и вина наймальников. У минулого года 6 службовых особ звольнены, 17 протягнуты до дисциплинарной отказности. Вины нанимателей в смертельных случаях только в одном случае не установлено, а что касается тяжелых, то из 18-ти 5 вины нанимателей не установлено. То есть вы понимаете, 5 человек были сами виновники произошедших этих случаев. Поэтому в этом направлении надо работать и с нанимателями, и сами людьми. Разъясняют, что всех, кто ушел на работу, должны вернуться домой. В субботу протягнуть работу промы и телефонные линии мясовых органов Улады. Четвертого соковика на пытань Нижихару РГИОНа откажет наместник старшини Гомельского Абл-Выконкама Уладимир Уладимирович Горбачоу. Нумер телефона 75 12 37. Гомельчане могут вернуться до наместника старшини Гарвыконкама. Виталь Геннадьевич Атаманчук будет принимать звонки по номеру 75 19 54. Час работы промыхлений с 9 ранец до поудня. На передне 100 годзе белорусской милиции у Жлобини открыли мемориальную дошку у дельнику Великой Айчинной войны и герою Советского Союза Сергею Пономарову. Первая сторонка военной биографии супрацовника Жлобинского районного отдела внутренних справ написана у червене 41-го на Заходнем фронте. Потом одним из боев он отрымает ранения, али не покинет позицию. Приме у делу операции «Багратеен» будет воевать до переможного конца и у лютым 45-го отрымает звание Героя Советского Союза. После озвольнения у запас вернется у органы внутренних справ. У Кастрычнику 68-го он сыйдет життя, али не с памяти у дяшных земляков. Мемориальную дошку у Ягу Гонор устарлявали на будинку Жлобинского районного отдела внутренних справ. Я ей открыл унук героя, так само Сергей Пономарову. Если уже смотреть на то событие, сам факт исторических событий и сама та память, которая отображается как в наших сердцах, в наших душах, мы это должны обязаны нести, чтить и помнить, и передавать подрастающему поколению, тому поколению, которое пойдет по нашим следам за нами. Теперь для мемориальной дошки будут принимать присягу молодые супрацовники. Тут они будут отримывать свои первые погоны и табельную зброю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выканавча надпись нотариуса, ці стала простей спагнаць запазычынаць. Майомась лепш подарыць, ці завящаць. І які пункты варта уключыць ў шлюбны договор. Абмерковаць гэты и іншы пытайні, які отычатся дзейнасті нотариусаў, сёня можна будзе ў промым эфіры. Старшыня Гомельской областной нотаріальныя палаты Маргарыта Жорова стане гостей программы «Деалог». Я навыдзі ў эфір на телеканалі Беларусь 4 у 19 гадзін 20 хвілін. Свае пытайні прапановы і заувагі вы можыця выказаць па таліфанававшы па номары промога эфіру у Гомелі 77 68 45. Азнакаміты нарвежскі скрыпач, спявак і компазітор Александр Рыбак некалькі дзён правёў у Гомелі. За гэты час артыст пазнаёміўся з городом і даў вялікі майстр-класс маленьким скрыпачам. Вынікам гэтых насыцчаных дзён стал вялікі сумесны концерт Александра Рыбака і Гомеліськаго городського симфонічного оркестрам. С такім пазітыўным настроем для домаскрыпач, спявак і компазітор Александр Рыбак распачаў концерт разам з Гомеліським городським симфонічным оркестрам. Гэта першы візіт артыста у Гомель. Пасля довгіх перагаворов ідея такого сумесныга музычнага праекта ўвасобілася на сцене. Идея прикласіць Александра в Гомелі у мене раділас іще полгода назад. Мы долгі готовілись к этому праекту. І, наконец-то, сьогодні, это день. Наканец-то, норвежскі певец, скрыпач, талантливый компазітор у нас в гостях в Гомелі. І это повісті не сказка, это настоящее удовольствие. Я уверена, что сьогодні люди уйдут эмоціонально заряженими і з отличним настроєм. У Гомель артыст праїхав на нікалькі дзен рані. І було шмат репетицій і великий майстер-класс для маленьких гомельських музикантов. В учениці 67-й гомельській школи Віталіна Осяннікова не перший год грає на скрыпце. Але гэта перша є концерт на великій сцені з зоркою такої величини. Мені я рыбак дуже подобається, він такий ефікційний, просто не ті слова. Разом з триумфатором євробачення юні скрыпачі виконали знакамітую казку, яка в 2009 році сподобалася усій Європі. У гарського оркестра гэта перші такі великий міжнародний праєкт, і він буде мець протяг. Я считаю, що гомельський оркестр получил массу, массу новых впечатлений, удовольствий, і прежде всього це опіта роботи з музикантами, які вже признані во всім мірі, перенять щось. Я считаю, що це дуже позитивний опіта. Концерт з зуділом Александра Рыбака завершився протяглими овациями і викликами на біс. Александр Лупиненко, Павел Антонов, Валерій Хапанько, Телер, радіокампанія, Гомель. До 15 градусів ці оплат шукається у регіоні на наступних выходних. Як поведомили у обласнім гідроміцентрі, до понеділка опадків не прогнозується. Температура поветра ближайші ночі складі от минус 2 до плюс 3. У субботу у день буде до 12 тепла. У неділю слубки термометра піднімуться до плюс 5 у ночі і до 13, а у особних районах до 15 у день. Шостого саковіка по заході в області махчимы короткочасові дажді. Чакаються до плюс 7 у ночі і до 13 місцями 15 градусів у день. ГТ, а так сама інша, новини ви можете знайсті на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tevergomil.by. На гэтым випуск завершений. У студії працювала Наталія Ігнатєнка. Я і маю колеги жідаєм вам у сягу толькі самага добрага. До нових зустріч у ефірі. Дякую. 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 Дякую.